Издавна Никольская гора в рабочем поселке Сурское является местом притяжения для многочисленных паломников. Особенно много людей собирается здесь в день памяти святителя Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых народом святых. Сегодня здесь присутствует множество паломников из разных регионов. Вместе с ними участники завершившегося многодневного крестного хода в честь святителя Николая. За пять дней крестоходцы преодолели путь из рабочего поселка Языково до Никольской горы в рабочий поселок Сурское. Осознание того, что кто-то есть на самом деле, вот в крестном ходе это все прекрасно понимается. Поэтому всем советую искренне, просто-напросто попробовать, посмотреть. А лучше всего присоединяться к крестному ходу, идти вместе с нами. Славясь Господу нашего, Иисуса Христа. Сомневаться не надо, надо пытаться, надо собираться, пробовать что-то новое открывать и приезжать, и идти. День, два, кому-то сразу удается пройти. Кто-то один денечек проходит, уезжает. Не надо пугаться, приезжайте. 22 мая, в день празднования принесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в бар, митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил божественную литургию в часовне святителя Николая Чудотворца на Никольской горе в рабочем поселке Сурское. Согласно преданию, в 1552 году на Промзино городище, так раньше называлось это село, напали враги. Однако их наступление остановило видение. Неприятелем явился сам святитель Николай, преграждающий путь. Позже на этом месте была обретена икона святого, которая, вероятно, была уничтожена в советское время. Каменная часовня в честь святителя Николая была разрушена в 30-х годах 20-го столетия. Ее восстановили в 1996 году. Перед богослужением митрополит Лонгин доставил в часовню икону святителя Николая из частицы его мощей. По окончании литургии был совершен молебен святителя Николая Чудотворца. Владыка Лонгин поздравил верующих с Днем памяти Стива. святителя Николая. Сегодня отмечаем память святителя и чудотворца Николая, великого угодника Божия, правилом веры и образом кротости, назвала его православная церковь. И действительно, на протяжении веков он не только заботится о своей пастве, которая когда-то была в мирах литийских, но и о каждом человеке, который обращается к нему с молитвенными просьбами и воздыханиями. Владыка напомнил об истории почитания Никольской горы, где также была явлена помощь святителя Николая и обретен его образ. Он особо поздравил участников многодневного крестного хода, завершившегося накануне. Для паломников, прибывших на богослужение, была организована трапеза из полевой кухни. В этот же день губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил Никольскую гору и часовню во имя святителя Николая в рабочем поселке Сурское. Митрополит Лонгин рассказал Алексею Юрьевичу о том, почему Никольская гора в Сурском является одним из самых почитаемых мест Симбирской митрополии. Затем состоялось совещание по развитию паломнического туризма и обустройству исторической части поселка. Губернатор Алексей Русских и митрополит Лонгин ознакомились с новым проектом, возрождая промзиногородище, в рамках которого планируется благоустройство улицы Хазова и исторической аллеи по улице Советской. Проект подготовлен для участия в конкурсе малые города и исторические поселения. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Розовские чтения проходят в Симбирской епархии ежегодно, начиная с 2008 года. Они посвящены памяти нашего именитого земляка, великого архидиакона Константина Васильевича Розова. Первая часть чтений – научно-познавательная конференция, прошла 18 мая в Епархиальном центре подготовки церковных специалистов. Наш город, он покинул в 22 года, совсем молодым человеком, но всегда мечтал вернуться сюда, называл Симбирск родным городом. И наши ежегодные встречи – это не только дан память и уважение великому батареаршему архидиакону, но еще и наш скромный вклад в осуществление его мечты. Архидиакон Константин Розов – урожень Симбирской губернии. В Симбирске отец Константин прослужил дьяконом около двух лет, одновременно преподавая закон Божий в местном приходском училище. Митрополитом московским и коломенским Владимиром он был определен на штатно-дьяконское место к Московскому кафедральному собору Христа Спасителя, а затем в 1902 году к Большому Успенскому собору. Константин Васильевич Розов является единственным из священнослужителей Русской Православной Церкви за всю ее историю «Кто был?» удостоен титула великого архидиакона. На конференции были представлены доклады, посвященные как фактам из жизни великого архидиакона, так и касающиеся аспектов духовной культуры и православного краеведения. Бой доклад основан на фотографии, где запечатлено 10 членов семьи рождественских. Самый старший представитель рода – это Александр Николаевич Рождественский, мой три раза прадед. Также рассказывается о его сыновьях, которые также священнослужители, о его внуках, которые в Великой Отечественной войне, участвовали в Великой Отечественной войне и также страдали из-за веры, их не принимали ни в колхозы, ни на работу, ну и в общем-то обо всей семье. Тема его доклада на конференции будет посвящена одному подвижнику начала 19 столетия. Так получилось, мы когда стали собирать артифакты для нашего будущего музея, нам принесли рукописную тетрадку, принадлежащую одному из священников. Когда мы прочитали, были тронуты, насколько он там описывает, какие он пережил страдания, какой путь крестный он прошел. Ирия Петр, листопадов фамилия у него. И мы хотели бы озвучить о его жизни, потому что этот подвиг должен не забыться и храниться в памяти людей. Тема доклада посвящена коллекции христианских крестов, собрания храма святого благоверного князя Дмитрия Донского Голда Пенза. Конференции нужны, в первую очередь, для обмена знанием, для общения, для того, чтобы наладить коммуникацию, так скажем, между друг другом. Ну и продвигать важные, так скажем, тематики внутри церкви. Организаторы отметили, что в этом году конференция прошла на достаточно высоком уровне и рассматривается возможность включения докладов в печатный или электронный сборник. 19 мая в концертном зале музыкального училища имени Шадрины Ульяновского государственного университета прошел хоровой фестиваль духовной музыки, в котором приняли участие церковные и светские хоровые коллективы Ульяновска. Открыл фестиваль, сводный хор участников фестиваля, исполнивших пасхальный тропарь на трех языках. Организаторы Константина Розова сравнивали с Федором Ивановичем Шалябином. Но по всей по угрозительности голоса, а по силе голоса он его превосходил. Это замечательная личность. Очень хорошо, что на родине здесь, в Симбирске, мы помним его и отмечаем память его вот такими вот посвященными ему чтениями. Я сердечно приветствую всех участников. И давайте послушаем, как в наши дни церковь старается продолжить то искусство, русская церковь, то искусство, которое прославлено ее во всем мире. Очень приятно, что в этом году Розовский фестиваль проходит в этом замечательном акустическом зале. Я думаю, что все присутствующие получат истинное удовольствие от качества замечательной, великолепной, духовной русской музыки. Это хорошая традиция. Владыка, мы благодарим за то, что вы эту традицию поддержали, и что Розовский фестиваль продолжается. И с каждым годом его программа становится более интересной, более содержательной. Во время фестиваля прозвучали песнопения в исполнении архиерейского детского хора «Радость», приходских профессиональных и любительских хоров, а также смешанного хора Кафедрального Спасово-Днесенского собора. Великий архидиакон Константин Розов, конечно, выдающаяся личность. Совершенно необходимо помнить о таких значимых, о таких влиятельных людях прошлых веков и чтить их память. Я очень рад и благодарен всем организаторам за приглашение принять участие в чтениях, в такой части конференции, в части фестивальной, концертной, где мы смогли выступить со смешанным хором. И это, конечно же, замечательное событие и для хоровой жизни Ульяновска, и для научных. Так получилось, что наш детский коллектив был единственным детским коллективом, который принимал участие в данном мероприятии. И мы очень рады и горды тому, что мы имели честь принимать участие в данном фестивале. И произведение, которое мы исполняли канонически, это «Благослови душа Моя Господа» Михаила Ипполитова Иванова. Также достойно есть Денева, поэтому репертуар, я думаю, достойный. Дети очень старались. Песня «Благослови душа Моя Господа» Михаила Иванова. Песня «Благослови душа Моя Господа» Михаила Иванова. Искусство и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова вручили дипломы всем участникам фестиваля. Организаторы чтений уверены, что имя великого архидиакона Константина Розова будет жить в народной памяти, пока верующие обращаются к его биографии и его музыкальному таланту. А это значит, что традиция проведения конференций и музыкальных фестивалей в честь нашего именитого земляка будет продолжена. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская епархия. Субтитры создавал DimaTorzok